А вы о чём разговариваете? Это всё в том же. Я обычно... У меня нет никакой ни темы, ни вопроса. А мои собеседники оправдываются. Значит, всё-таки тема есть? Нет, я им предлагаю какую-то тему или вопрос. И тема оправдания. Они мне о чём бы ни говорили. Тут просто по-разному заходят. А, вы из Украины. Ну, в целом, я понял. Вам, кстати, не кажется, что... Вот недавно я себя поймал на мысли и с парой украинцев здесь обсуждал в рулетке. Как-то мы сошлись во мнениях. Вам не кажется, что скоро всё кончится? Вот кончатся вся вот это боевые действия, вся эта активность. Как думаете? Вы прекратите безумие и агрессии, вдруг вылечитесь и прекратите... Вы, пожалуйста, не манипулируйте. А я тут никакой манипуляции нет. Я считаю, что это безумная, совершенно безумно жестокая, ненужная, параноидальная война. Ну, как-то так. Так что никакой манипуляции здесь нет. Хорошо, хорошо. Я просто вопрос поставил конкретно, а вы почему-то начали мне на него отвечать вот таким образом. Для того, чтобы война закончилась... Вам не кажется? Для того, чтобы закончилась война, она может хоть сейчас закончиться. Вопрос в том, как вдруг может закончиться безумие вашей агрессии. Посмотрим. У меня надежды особой нет. Как закончилось наше безумие. У меня особой надежды нет. Слушайте, расскажите, как видите вот дальнейшее будущее вашей страны? Я не знаю. Это все будет зависеть от хода боевых действий, от войны. Как-то так. Замечательный вопрос. Тут просто можно, вот тут действительно можно очень сильно манипулировать. И набрасывать, и манипулировать. Поэтому вопрос ни о чем. Я же не набрасывал ничего. Я просто говорю, что вопрос фундамент для манипуляции. Абсолютно нет. Да. Нет. Может быть, у вас есть какие-то предположения. Абсолютно давайте пообщаемся без говна. Ну, типа, я не против. Хотите, если вы тоже без говна, давайте без говна пообщаемся просто. Просто пообсуждаем. То есть, я, опять же, я сразу вот разграничу. Я не люблю вот эти политические разговоры. Я не люблю вот эти политические п***и. Я не люблю вот эти политические п***и. Потому что, п***и. Ну, кому в чат-рулетке что тут доказывать? А не надо ничего доказывать. Я, например, никому ничего. Я прекрасно понимаю, что взрослому человеку невозможно совершенно ни доказать, ни навязать свою точку зрения, ни в чем-то переубедить. Ну, представьте себе гитлеровца, времен Третьего Рейха, которому, например, кто-то попытается рассказать о том, что концлагеря – это безумие. Что это паранойя, что нельзя вот так вот делать. Вот так же точно и с вами. Вы сравниваете Россию с Гитлером? Да, даже хуже. Даже хуже? Ясно. У них подлости было меньше. У вас сплошная подлость. Подлость? Конечно. Подлость и безумие. Хорошо. Что ж, пусть это подлости. Пропаганда вас научила. Конечно. Там была гибельсовая пропаганда, у вас здесь, ну, соответственно, так сказать, Останкинская. В широком смысле этого слова. Ну, как-то так. Ну, как мы… Я, например, в двух словах очень просто могу объяснить своим детям. Я говорю, раньше гитлеровцы нападали на Харьков. Сейчас это делают путинцы. Ну, очень все просто. Раньше они нападали, разрушали и оправдывали это. Но, то там сейчас, конечно же, так сказать, этим занимаетесь вы. Так у каждого своя правда. Правильно? Правильно. У гитлеровцев своя правда была. И у вас своя правда. По вашей логике. И у вас своя правда была. У гитлеровцев была своя правда. Нет. Так она не то, что была. Она, в принципе, есть. Так она… Это не то, что была. Она, в принципе, есть у каждого человека. У каждого для себя своя правда. Если вы считаете, что гитлеровская правда – это правда, а я считаю, что это ложь, безумие… Вы придираетесь к словам. Я имею в виду поговорку. Или, как это сказать, аналогию. Нет, не аналогия. Как это… Ну, вы поняли, что я говорю. У каждого своя правда. Это крылатое выражение. Назовем это так. Так вот, давайте дальше продолжим эту мысль, как разумные люди. Что даже не правда, а логика своя. Ну, или обоснование, фундамент свой. Каждый человек стоит на каком-то своем, ну, вот, мировоззрении, фундаменте. Просто это мировоззрение может быть агрессивным, гнилым, преступным. А может быть, нет. Ну, как-то так. Вот у гитлеровца, как и у вас, этот фундамент гнилой. Это мерзость, агрессия, убийство, разрушение. Ну, что вы и делаете. Даже не слова, а дела ваши. Вашего государства, ваших граждан. Я вот люблю стебаться, но сейчас я совершенно серьезно говорю. Да, вот так вот, да. Да, да. И сказать вам нечего. А понимаете, какой смысл? Вы знаете, я бы мог вступить в эту полемику. Я бы мог вам начать рассказывать. Не, не, не отвечайте за меня, пожалуйста. Я бы мог вам начать приводить просто сравнения небольшие, как действовали гитлеровцы и как действуем мы. Но я просто не вижу в этом смысла. Вы уже обозначили, что Россия равно гитлеровская Германия. Нет, не равно. Вот вам с этим легче жить. А, ну давайте еще припишем пару пунктов и напишем хуже. Не равно. Так что, ну, давайте напишем хуже. Есть отличие, но суть агрессии. Суть обоснования агрессии. Ради бога. Суть вот этого многословия. Как хотите, приравнение, вы сразу сказали про Гитлера. Вы сразу сказали про Гитлера. Поэтому я вообще, ну, в целом не вижу никакого смысла с вами вот вступать в эту баталию. Зачем мне это? А вы не сможете обосновать свою позицию логически? Не, 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 не. Смотрите, что там диктатор Гитлер, что здесь диктатор Путин. Но зачем вы перебиваете? Вы, пожалуйста, не отвечайте за меня. Я же сказал, что если вы так думаете, пусть это будет вашим мнением. Я не буду его сейчас никак не убеждать и что-то делать. Ну, чем ваша агрессия отличается от Гитлеровцев? Так это для вас. Это для вас. Ну, для нас, да. Для нас. Почему агрессия Гитлеровцев? Все, ради бога, может, вы так считаете? Так я же вам в самом начале беседы еще сказал, что я, если вы так считаете, ради бога, вам так легче жить от этого. Я не буду... Нет, не легче. Это вам легче жить, когда вы от этого уходите. Когда вы сейчас говорите, что вы об этом не говорите, вам так легче жить. мужчина я считаю что спорить с вами чат рулетки как минимум бестолкового и объяснять вам сейчас и развивать эту тему не вижу никакого смысла если вы заметили самого начала разговора я просил лишь ваше мнение я ни разу не пытался вам чего-либо доказать и что-либо тут объясните сейчас пытаться тоже не буду так что ну я надо задавать вам так легче ради бога и пусть это тоже так будет пусть это будет муха мнением что нам так легче ну хорошо пусть будет фактом да пусть будет фактом пусть будет фактом хорошо хорошо без проблем но как бы я самого начала обозначил вам так легче без проблем я переубеждать не буду не собираюсь не хочу я просто так общаемся я узнаю мнение и все вот не больше не меньше вступать в полемику честно я не хочу абсолютно не хочу не не хочу совершенно и можете сказать что мне так легче мне так там еще почему-нибудь ради бога но опять же таки телевизор конечно 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 все пусть он тоже останется тоже пусть будет у нас все вот знаете у нас утро начинается как вот мы все просыпаемся и тут знаете из потолка на кронштейнах ой какие кронштейны на веревках спускается плазма и вот так вот нас так что у нас сегодня байден мразматик зеленский вор не до комик непонятно ну вот так себе представляете просто извините у вас его нет и они мне одними и теми же словами повторяют ваш коллективный вот этот вот телевизор почему вы не хотите подумать над тем что как вы это называете коллективный телевизор это мнение этих людей одними и теми же словами готовыми словесными формулами мнение которое сформировалось от того что как это иглой закачали в мозг уже да вы думаете каждому человеку и выражение а вы думаете каждому человеку очень легко сформировать свое собственное мнение касаемо какого-либо вопроса вот именно поэтому ваша пропаганда закладывая вашей готовые вещи а ваша вы хотите сказать у вас тоже дело что наша пропаганда сопротивляется вашей агрессии а ваша пропаганда оправдывает вашу агрессию мы во многом свидетели я очень многие вещи видел своими собственными глазами а со мной спорят люди насмотревшиеся вашей пропаганды вот в чем разница что мы просто ю свидетели того о чем ваши сограждане пытаются нам рассказать что мы спорим вам не кажется что мы спорим с вами сейчас о сортах говна мы мы с вами сейчас пытаемся рассудить чья пропаганда правильнее вам не кажется что мы спорим о каких-то сортах говна ну извините за выражение еще раз почему потому что у вас пропаганда пропагандирует агрессию и пропаганда здорового образа жизни хорошая пропаганда пропаганда плохая пропаганда также точно пропаганда ваша пропаганда я же еще раз говорю оправдание убийство агрессии и подводка под это и подводка под это фундамента и словесных готовых конструкций а наша пропаганда наш условный телевизор вот рассказывает о том что так сказать борется с вашей агрессией рассказывает про так сказать то как ваша пропаганда это все обставляет согласен ваша пропаганда показывает как доблестные захистники страны пошли защищать свою страну а то что какая-то часть текущего резерва сейчас это пацаны которых скрутили на улицах это типа вот это типа ну это мы игнорируем еще раз говорю вы думаете что у нас не показывают еще раз мы вы думаете что у нас не показывают видео как толкают в гуси поверьте я об этом не знает никто эти видео не видел вообще я не показываю вообще ни капельки я не это не видел я же ничего не заявлял постойте я же ничего не знаю вы мне привели аргумент что ваша пропаганда правильная я вам дорожу аналогию что вот есть захистники которые защищают свою страну и в лице пропаганды это настоящий герой прям просто вот такие патриоты такие ух сейчас зайдем и всех победим а по факту чуть-чуть если мало они же не защитники своей земли смотрите у вас оккупанты мужчина просит а у вас защитники вот в чем разница давайте остановимся давайте остановимся за их защитники не найдем мы с вами консенсус не найдем я такой консенсус я же говорю опять-таки вы же говорите это из своего телевизора растите а где вы находитесь просить а где вы находитесь в донецкой области в донецкой области как интересно донецкой области вот такие вот три вот и в донецкой области если что есть расширение для чет рулетки совершенно верно спасибо замечательно стоит starlink который зарегистрировал шагу и обязательно пусть стоит starlink ну да вам доброго но вот и все вот единственное что вы можете сказать по себе судите и черный экран